Наконец, подходим к конструкции тела животных. Сегодня мы начнем с вами без позвоночника. Напоминаю, ну или может быть для кого-то это новость. Все наше царство, царство животных, в том его подрожде, которое называется настоящий многоклеточный, делится на огромные команды. Такие команды будут называться типы. На самом деле, таких тип очень много. Все-таки снизу вверх. В порядке происхождения. Кишечные полосные. О них мы, собственно, начнем наш разговор. Среди вам известных, кто сюда относится, медуза. Ну, гидр вряд ли кто-нибудь по-настоящему видел. А вот про кораллы наверняка слышали и видели, если не своими глазами, то там видео. Вот это кишечные полосные. Дальше три разных гидр, которые в русском языке начинаются с одного и того же слова. В английском, кстати, тоже. Черка. Клоские черка, круглые черка и кольчатые черка. Следующий тип майорусский. Второй по численности тип. И, наконец, реальная царинь среди животных нашей биосферы. Те, кто действительно является важнейшим компонентом биосферы. Еще и эстоногия. Один из самых удачных экспериментов природы. Наш тип значительно более скромный. На самом деле, весь тип целиком не является большим типом. Ну, тягаться не до сущими слоногими, но и с моллюскими смешно. Тип наш называется хордовая. Но не все хордовые являются позвоночными. Дело в том, что среди хордовых три разных подтипа. И только один из подтипов позвоночных. Так что, место наше биосферы, на самом деле, очень скромное. Даже если говорить о всех позвоночных местах. Теперь, все позвоночные будут состоять из команд, которые до класса позвоночных. Ну, первый исходный древнейший класс в школе, по-моему, сейчас даже не упоминают. Бесчелюстные. От них до современности доживают всего две группы в школе. Миноги и Мексина. Так исключительно древняя конструкция. Бесчелюстные. Бесчелюстные. Ну, а дальше? А дальше два разных класса рыб. Хрящевые рыбы. У них в скелете ни одной косицы. Только прочный, минимализованный хрящ. К хрящевым рыбам относятся акулы, скаты, но еще одна маленькая группа химера. Химера иногда называют полководной акулы, что на самом деле неверно. Химера очень своеобразная, но они немногочисленные. А вот вторая группа – костная рыба. Любая рыба на планете, кроме акулы, скатов, это костная рыба. Это и кирка, и меч рыба, и треска, и форель, и морской конек, и какой-то морской глубоководный черт. Все это и летучая рыба, и самые скоростные рыбы, типа меч рыбы или парусника. Все это костная рыба. Дальше. Амфилия. Второе название – земноводная рептилия. Второе название – веснукающаяся птица. И млекопитающая. Зачем я эти системы вам нарисовал? Просто вполне понятно, что любой городской детеныш считает, что самое главное существо на нашей планете – это люди. И уж настолько мы совершены, что все остальные, даже можно без особых деталей, вот не разбираться в этом. Вот они все животные, а мы люди. Поэтому отличия просто принципиальные. Давайте посмотрим. Как по-вашему? Отличия между кольчатым червем, а кольчатым червем, допустим, дождевые червы относятся. Отличия между кольчатым червем и каким-нибудь круглым червем. Допустим, скорее человеком. Берем вот эту пару отличий. И отличие человека от лягушки. В какой паре отличия несоизмеримо больше? Человек от лягушек. Ребят, мы от лягушек почти не отличаемся. Это два разных типа, это две разные конструкции. Почему весь курс их называется «Тело животного как конструктор». Разные принципы сборки. Абсолютно по-разному устроенное работает тело. А у нас, мало того, что мы всех не только в одном типе кордовое, мы даже в одном подтипе позвоночника. И отличие наших крупноводных классов. Так вот, разговор у нас будет как раз о типах конструкции. Как могут быть сконструированы тела животных. Вариант конструкции кишечных волоснэ, очень древний. Вариант. В поисках Немо все видели, а во всяком случае многие обновляют мультик Диснеевский видит. Родители Немо где живут? Водоктиния. Водоктиния. Водоктиния, это ручь кораллов, относится она к группе коралловые болитмы. Это как раз одно из кишечных волоснов. Смотрим, как устроено тело. А тело устроено вот так. На самом деле, всего два слоя разных тканей. Вот этот внутренний слой составляет обои большой внутренней пещерой. Вот здесь вот внутри тела, большая часть тела занята такой объемистой пещерой. Вот пещерой сход. Ход есть, но он же является и выходом. То есть пройти пещеру насквозь нельзя, придется возвращаться. Так? Вот это и есть кишечная полость. Из-за которой, собственно, весь тип получил свое название. Все кишечные полостные хищники, они охотники, захватывают добычу щупальцами. После этого щупальца сворачиваются и продалкивают пищу кишечную полость. А клетки внутреннего слоя выделяют пищеварительные соки. В результате пищевой полн начинает перевариваться. Плюс к этому, клетки внутреннего слоя умеют захватывать микрочастицы пищи и переваривать прямо внутри. Прямо каждый клеток. Внутриклеточное пищеварение, ну что же такое. Но можно ли хоть какую-нибудь еду переварить полностью? Нет, не будет остаться непереваренной остатки. Вопрос, а как удалять из тела? Непереваренные остатки съедают? Интересно, и что же они будут делать? Если остатки не переваренные, значит, его не может использовать. А что будет делать клетка, если она нашпигует себя такими веществами, которые не может использовать? Она просто погибла. Прошу? Через его обратно. Именно так. Непривычная для нас конструкция. Входное отверстие является одновременно и выходным. В этом отверстие две задачи. И ротоная, и анальная отверстия. Вот такая стима называется кишечная полость. При этом, смотрите, пищу получают все предки или только один слой? Пищу получают, да, только один слой. А как же живут предки внешнего слой? Они не знают. Межклеточные контакты, это во-первых. А во-вторых, если взять и увеличить высоко от стенки, то окажется вот. Между двумя слоями клеток тоненький слой спутня. Называться этот слой будет мезоглия. Клетка внутреннего слоя выделила из двух питательных веществ мезоглия. А клетка внешнего слоя что сделает? Возьмет из мезоглия и использует для себя. Простейший вариант конструкции. Но дело в том, что у кишечной полостной, по всякому случаю, у гипер, настоящих мышц нет. Даже как нет настоящего эпитега. В чем дело? А дело вот в чем. Помните, америсовал мышечный плет? Нет. Вот она. И вот сократимая волокна. А теперь, как обстоит дело в кишечной полостной? Вот беру я клетки внешнего слоя. А мышечные волокна идут вот так. Скажите, пожалуйста, к какому куску мяса принадлежит шампунь в шашлыке? Вот есть шашлык? Баран был в прошлом, а в настоящем шашлык. Вопрос. В шашлыке к какому куску мяса принадлежит шампунь? Всем. Всем. Какой клетке внешнего слоя принадлежит вот это мышечное волокно? Семь четвером. Семь четвером. То есть настоящая мышечная клетка, которая контролирует все вот это хозяйство, у кишечных волостных, у болит, у гипер отсутствует. Поэтому называться они будут эпителиально-мускульные или эпителиально-мышечные. По совместительству работают. На половинку как мускульная клетка, на половинку как и т.д. Хорошо. Мы самая простая на свете нервная система. Проще не бывает. Нейрончики нервной клетки сидят вот здесь, на границе мезоглиния. Вот так. Нигде, ни в одном месте они не образуют скопления компактов, а соединяются друг с другом глиняными отростками. По отросткам можно сигнал друг к другу передавать. А еще? А еще они соединяются с эпителиально-мускульными клетками. И вот давайте смотрите, вот эти эпителиально-мускульные клетки лежат. Двойная полоса – это свой мезоглиник. Так? Вот сократимая волоса. А вот это нейрончики. Каждый нейрон через отростки соединен с другим нейроном и с эпителиально-мускульными клетками. Смотрим, что получается. Легконасленный водный рычаг в дахне случайно прикасывается к этому месту щупаться. Прикоснуться. Нервные клетки на изменение давления могут отвечать? Могут. Классно. Вот эта клетка возбудилась. Смотрите, кому она передала сигналы. Во-первых, двум соседним нейронам. А во-вторых, вот этим эпителиальным мускульным. Теперь смотрите. С этой стороны от мезоглиник. Сокращение будет или не будет? Нет. Нет, туда сигнал не прошел. А с этой стороны, вот на этом участке, пошло сокращение. Этот участок стягивается. Как меняется форма щупальца? Она форма щупальца. Понятно, щупальца вот что делает. Так? А теперь на поверхности щупальца сидят боевые клетки, стрекательные клетки. Каждая из них, если прикоснуться к нему, выстреливает в жесткую спиралью, и вслед за этой спиралью вылетает облако ягод. В данном случае муравейной кислоты. То есть, здесь, допустим, в дафнию попала одна такая стрела, а после того, как щупальца загнулась, десяток стрел. При этом, смотрите, дафния прикоснулась еще вот к этим нейронам. В результате, как по-вашему, сумма нервного сигнала останется прежней или увеличится? Ведь до этого только одна клетка гназа, а третьего компания. В результате сигнал пройдет на этот участок. Как это реагирует эти сократительные? Они просто лежат жиры, зажимы. Значит, у нас поехал рулончик, в серединке которого, да, где рулончик становится? В самом конец. А в самом конец вот где? В рот. Ротовое отверстие. При этом, прикоснется к рожкам ротовое отверстие? Да. Прикоснется. А нервная клетка здесь есть? Да, есть. Дадут сигнал мышцам растянуть ротовое отверстие. Мышцы растянули ротовое отверстие. После этого щупальца прикоснулась изнутри, вот здесь, к ротовому отверстию. А эти нервные клетки дали сигнал закрываться ротовому отверстию и разматываться щупальцем. Все, привет. Мы же с вами очень сложная форма поведения. Это охотничье поведение. Какие-нибудь сложные мазки для такой охоты нужны людям? Нет. Нет? Это рефлекторный принцип. Совершенно такой же, как в метро. Вы приложили к турникету карточку метро, и в результате он вас пропустил. А если я приложу к турникету банковскую карту и попробую пройти, он меня не пустит. Любой рефлекс срабатывает только в ответ на строго отвергленный сигнал. При этом никакого сознания, никакого мышления и так далее рефлекторная деятельность не подразумевает. Турникета метро очень молодым. У него своя программа, он по ней работает. Так, хорошо. А теперь, а теперь первый фокус инженерный. Смотрите, что мы сейчас сделаем. А я взял вот конструкцию, перевернул. Так? Значит, подошву наверх, и вот в этой части увеличил слой мезоглея, толщину слоя. Смотрите, что это лучше. Вот я перевернул. Понятно, да? А теперь увеличиваем толщину слоя мезоглея. Здравствуй, медуза. Совершенно та же самая конструкция. Только есть важное отличие. Полипы ведут прикрепленное воображение. Вот эта часть тела у них так и называется, подошвы. Они подошвы и приклеиваются к грузу. А медуза? Она плавает спокойно. Плавает. Хорошо. Вот для сидячих эпидемиальные мускульные клетки достаточно. А для плавающих надо нормальные мышцы заводить. Поэтому в куполе у медуз во внешнем слое развиваются самые настоящие мышечные клетки. Уже никакие не эпидемиальные мускульные, а самые настоящие, которые идут вот так пульсами. Ну и что будет с формой зонтика, если эти мышцы сократятся? Он вот так сжимается. При этом объем вот этих полостей сжимается. Вот зонтик был развернут и потом сжался. Что с объемом этих полостей? Уменьшится. Как только объем уменьшился, что сделает вода? Силой уйдет в эту сторону. А что происходит с медузой? Переместиться безреактивного момента в противоположную сторону. Вот так они и плавают. При этом медузы во многих отношениях, поскольку подвижные ребята, устроены сложнее, чем полипа, чем сидячая косовица. Вплоть до того, что самой реально опасной медузой является совсем небольшой зверь. Вообще-то медуза бывает огромная. Самая большая медуза на планете арктическая ценная. У нее диаметр куклы до двух метров. То есть вот такой диаметр. А длина щуполец, который тащит с собой эту куклу до двадцати метров. А самое опасное вовсе не они. Во-первых, арктическая ценная действительно водится в арктических водах. Много ли людей голушом купается в арктических водах? Не очень много. А вот в тропических водах? А там водятся такие маленькие медузки. У них форма кукола очень похожа на немножко сглаженный кубик, от которого идут длинные и телидные щуполицы. Средний размер таких медузов с ноготь большого пальца. Самая большая из них в мой кулак размер, в морская оса. Это группа куба медуз. У куба медуз не просто сильный, а сильнейший яд. И ежегодно инфистрируется, причем порядочное количество пострадавших от куба медуз. Ожоги от них не проходят никогда. Возникают гелоидные шрамы и ожоги страшного рода человека. Плюс к этому, если пострадали не руки и ноги, а торс, может произойти просто остановка седра. Так вот, интересно, что у куба медуз, при том, что у крови и проще нервы. У них глаз, чертовски сложно устроенный орган зрения, у которых есть свой крусталик, то есть тело, преломляющее и фокусирующее свет, и есть фото-очувствительные нервные клетки, забравшиеся в целый слой, то есть сепчатка. Вообще это загадка. Зачем настолько простому существу настолько сложный орган зрения до сих пор не очень понятно. Но второй факт у медуз есть. Ну и под конец мы с вами разберем команду из трех разных типов. Три типа червей. Почему в английском их называют верн, в русском червь и так далее, хотя конструкции совершенно разные. У них только одно общее свойство. Одинаково устроена опорно-двигательная система. Вот смотрите что из себя представляет зверь, который называется червяль. Снаружи тело чем покрыто? У вас чем снаружи тело покрыто? Кожа. Классно. Хорошо. Берем внешний покров назовем кожу. Скажите пожалуйста, у нас там в глубине под кожей мышцы есть? Да. А они доросли кожей или нет? Нет. Вы можете взять вот так и тянуть складку кожи. На любом месте тела. Если бы мышцы у нас плотно срастались с кожей, это было бы возможно или нет? Значит, некоторые мышцы правда срастаются с кожей. Кто сгадался, какие? Мимические мышцы, мышцы лица. При их сокращении образуются складки кожи. И лицо человека меняет выражение. Но это достаточно редко у нас с вами исключение. А кто такой человек? А червь это существо, у которого под кожей лежит абсолютно сплошной непрерывный слой мышцы, который к коже прирос во всех точках. Такая конструкция будет называться кожный мышечный мешок. И внутри этого мешка внутри него находятся все остальные внутренние мышцы. При этом плоские червя вот я вам рисую половинку вот целый плоский червя допустим белая клональная будет выглядеть вот как. Если я него смотрю сверху вот такой небольшой зверь длиной всего 2-3 миллиметра. 5 миллиметров да нет я не видел 5 миллиметров в наших годах не бывали. Годные существа. На переднем конце тела два таких выросту больших. Здесь сидят чувствительные прелести. и вот здесь два темных пятнышка. Здесь собрались светочвительные клетки. Целые простые на свете глаза. Тело червяка такого полупрозрачного и если взять его вот так разрезать, то что внутри? Во-первых, основу ковна передает ковному фитнесу. мешок в этом мешке два сложных сплотуры. Первая группа мышц идет ковстар ковер. Вот такие прогонные мышечные клетки. А второй слой, который к ним прирост идет кольцами. Кольцевая сплотура. И вот это зон всего тела. в этом мешке находится какая-то большая труба. Если червя холодная, то эта труба встает изнутри. Что это за труба? Пищеварительная система, кишечная. Согласен. Что здесь еще? С боков находится несколько разных трубочек, заполненных клетками, которые очень быстро делятся. Ну это на самом деле если вы говорите всерьез самое главное из всех систем органов любого животного систему органов размножения. Нет ни одного процесса настолько же важного в живой природе, как процесс размножения. Представьте себя два живых существа. Одно сложно устроенное, способное к самым разным движениям, с очень сложной нервной системой. со сложнейшим поведением. А второе очень просто устроенное, маложивущая, копка живущая, без сложной нервной системы, с простейшим поведением. А теперь первое существо не размножилось, а второе размножилось. Скажите, кто из них с биологической точки зрения совершеннее? Тот, кто размножился. Если существо не размножилось, оно могло вообще не жить. Такая схема больше никогда не будет повторена. Все обитающие сейчас живые существа обитают только по одной единственной причине. Их предки размножались. Стоит с этой системой какому-то сбою произойти, все формы вымирают и никогда не вернутся. Человеков самих много. Человеков самих много как раз потому, что половая система у них разве отличная. Кстати, наша половая система млекопитающих это детский лепет по отношению к половой степи плоских червей. Ничего более сложного на свете нет. Но такие детальки мы сейчас с вами власть не будем. А вот одну особенность отметим. Дело в том, что у плоских червей совершенно неправильный рот на какой части тела вообще-то должен быть у животных. На голове. Часть тела обычно называются головой. Согласны? Хотя у кишечно-полосных голова есть или нет? Есть. И где голова у медузы? А вот у кишечно-полосных вообще нет. У этих ребят голова есть. Вот это. Но рот находится не на голове. Рот находится с брюшной стороны тела примерно вот здесь. Чуть-либо в середине живота. Поэтому во время охоты планария должна наползти на свою добычу сверху. Только в этом случае она может затолкать свою добычу к себе пищеварительную систему. И вторая вещь. Так же как у гидра. Кишечная полость. Нет второго выхода. А это значит непереводенные остатки наружу через то же самое отверстие. Вот это конструкция плоских. А теперь смотрим следующую кругу. А круглая это изобретателя трубчатой пищеварительной пищеварительной системы. как яб top не яркий от consideration. Круглая элементарную просто себе представить. Представьте себе что у вас есть трубка большого диаметра вот она. А вы взяли трубочку диаметра поменьше и Мы клеили ее вот сюда, вот так, чтобы ее края приклеились в большой трубе. И с этой стороны. В результате между двумя трубками полость осталась. Требка осталась. Вот у круглых червей эта полость заполнена жидкостью, полдавлением. Скажите, пожалуйста, можно ли садовый шланг превратить в полицейскую дубину? Причем не с толстыми стенками, а с тоненькими стенками. Никаких проблем. Берем такую трубку, вбиваем с одной стороны полу. Вот такую. Закачиваем жидкость под давлением, допустим, пара атмосфер. Стенки будут раздуваться? Будут раздуваться. И тут же вбиваем еще одну полу с этой стороны. Стенки оказываются натянуты, внутренне удовлетворения. Что будет, если я взял это изделие и согнул, а потом отпустил? Бабаха. Никакого бабаха не будет. Он жирно, он не разогнется. Сработает как пружина. При том, что пустой шланг будет пружинительный? Нет. Зачем с этим разбираемся? Мы первый раз сталкиваемся с совершенно неожиданной инженерной конструкцией. Оказывается, скелеты могут быть жидкими. Такая конструкция называется гидроскелет. Для того, чтобы построить гидроскелет, необходимы две детали. Необходима прочная на разрыв покрышка и полость, которую можно закачать под давлением жидкости. Все, как только я получил такую конструкцию, теперь я могу вот так взять и сжать червяка. Нет. Давление жидкости будет этому препятствовать. Дело червяка прянуло упругость. Хотя, ни одного твердого элемента, твердого скелетного элемента в этом теле нет. Гидроскелет. И вот здесь, вокруг самого начала глотки идет главное скопление нервных клеток. В отличие от кишечно-полостных, нейрончики объединились в компанию. Возник самый простой на свете мозг. У безпозвоночных такой мозг будет называться околоблоточное кольцо. В чем дело? А у всех безпозвонок, он действительно вот так кольцом охватывает самое начало кишеваритной трубки. А первый отдел кишеваритной трубки, как называется? Глобка. Это и гидголка. Хорошо. С этим связано, кстати, некоторое количество проблем. Самое большое безпозвоночное, самое крупное сейчас на свете. Какое? Гигантские кальмары. Массой более тонны, длиной вместе с щупальцами полтора десятка метров. Охотники на крупную сильную добычу. Отличные кловцы и тому подобное. Питаются крупной добычей. Но при этом во рту специальное приспособление, ртовая терка, которая превращает добычу в фарш. Буквально. Мы с вами можем мелко измельчить зубами еще. Но куда нам сравниваться с моллюзгами? Они-то их теряют лучше блендера. Что получится, если кальмар попробует проглотить кусок пищи, а горит огромный зверь? Значит, допустим, вот такой кусок пищи. Кальмар собрался проглотить. Что с ним произойдет? Он без позвоночника. А это значит, сквозь что проходит его плотка? Сквозь головной мозг. Что произойдет при попытке протолкнуть сквозь плотку крупный плотный предмет? Разрыв мозга. Просто травма головного мозга. Травма углубочного кольца. Поэтому БСП либо измельчает пищу до состояния фарш, либо питается просто жидкой или полужидкой пищей. При таком строении нервной системы иначе просто невозможно. Сравним пищеварительную повость и пищеварительный труд. Ну, мало того, что это нам более привычное. Как пищевод. Ну, пищевод – это совершенно особая деталька, о которой мы только на следующее занятие поговорим. Зачем нужен пищевод? А почему нельзя кишечник сразу от головки начать? Они выйдет сразу от головки. Вот, ребят, опять же, это чисто инженерная задача. Пищеводы появляются только у тех существ, у которых есть сердце. Сердце всегда находится за головкой. Сердце – это насос, который прокатирует кровь. При этом пищеварительной трубке, вот скажите, вы едите каждую минуту или раз в несколько часов? Раз в несколько часов. Значит, а по этому вы сразу загружаете в себя порядочную порцию пищи, которая будет храниться и медленно перевариваться. Классно. А для этого надо иметь в трубе участок, который умеет хорошо растягиваться, чтобы принять пищу. Склад. Как называется такой склад пищеварительной степени? Желудок. Желудок, разумеется, желудок. Ну, хорошо, и давайте попробуем поставить желудок сразу за головкой. Сейчас вы как-то видите. Нет, намного хуже будет. Что здесь раздуется, это не страшно. Вы просто умрёте в течение 30 секунд. По одной простой причине. Разумеется, заглоткой. Какой орган должен стоять у желудка? Сердце. У нас в старушный отдел появляется шея. А вообще-то у всех кордовых заглоткой сразу сердце. Нельзя там желудок ставить. Поэтому желудок всегда сдвигается за сердцем. Надо провести дорожку от головки к желудку. Если мы подвинули желудок. Необходимо. Как такая дорожка будет называться? Вот это и есть пищеварительная. Пищеварительная. Вот это дорожка. Это участок системы, соединяющая головку к желудку. Продолжение следует.